Здравствуйте! В эфире программа Крымли в студии Алексея Дорогань. Сегодня в выпуске мы расскажем о таких темах этой недели. Обнародованы имена похитителей крымских активистов, обвиняемых в терроризме по делу Сенцова. Неизвестный Олег Сенцов вышла в свет первая книга политузника. Дело Костенко затягивается. Почему? Нерассмотрена апелляция. Право крымско-татарского народа на самоопределение. Удастся ли добиться соблюдения? В студии об этом глава Меджлиса крымских татар. Крымские власти снесли рынок в Симферополе. Останутся ли продавцы без работы? Пляжи Севастополя в ужасном состоянии. Старт сезона так и не состоялся. На этой неделе начался суд над политузниками Олегом Сенцовым и Александром Кольченко, которых российский режим обвиняет в терроризме. Предварительное слушание в Ростове-на-Дону прошло в закрытом режиме. Защите удалось добиться проведения судебного разбирательства в открытом судебном заседании. Первое слушание назначено на 21 июля. Адвокаты смогут вести аудиозапись, но в видеозаписи им отказали. В день предварительного слушания журналисты придали гласности именно тех, кто похитил Олега Сенцова. Можно предположить, что Сенцова, Кольченко, Черния и Афанасьева похищали одни и те же люди, поскольку в итоге ФСБ придумало целый политический процесс по якобы действовавшей в Крыму террористической группе. Журналисты программы «Вопрос национальной безопасности» обнародовали имена тех, кто похитил в Крыму украинского режиссера и активиста Олега Сенцова. Напомним, политзаключенный, который больше года находится в СИЗУ, пропал в мае прошлого года в оккупированном Крыму. Позже выяснилось, что его задержали сотрудники Крымского управления ФСБ, после чего он был этапирован в СИЗО Лефортово в Москву по обвинению в организации терактов на территории полуострова и связях с правым сектором. Его адвокаты уверяют, что следствие постоянно оказывает давление на Сенцова. Срок мне даст еще в первый день до моего официального задержания, что мне было 20 лет, и это уже решенный вопрос. Про это постоянно говорится мне, моим адвокатам намекают, что у меня будет очень тяжелая и интересная жизнь влаги, если оттуда вообще доеду, я не приду, что по пути. Но я не боюсь уже этих гроз, намеков, как я уже говорил, и этот срок 20 лет, мне не страшно. Потому что я знаю, что пуха отправления правового карлика в ваше состояние закончится раньше. Украинские правоохранители, в свою очередь, открыли уголовное производство по факту незаконного лишения свободы Сенцова, квалифицировав его по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины. Однако о судьбе расследования, которое проводится киевским главком МВД, ничего не известно. Расследование практически не ведется. Ничего не происходит. Допрошено несколько свидетелей, очень мало. Не установлены ни лица, которые его задерживали, ни те, которые потом привлекали его и заведомо невиновного к уголовной ответственности, ни те, которые содержали его незаконно под стражей. Журналистам программы «Вопрос национальной безопасности» не удалось получить информацию о ходе расследования уголовного производства и его фигурантах. Однако, ссылаясь на свои источники, они назвали фамилии тех, кто проводил в Крыму операцию по похищению Сенцова. Ими, как утверждают журналисты, являются четверо бывших сотрудников крымского главка СБУ. Полковник Дмитрий Васильков, подполковник Александр Кулабухов, майор Александр Зинченко и лейтенант Сергей Марков. Все они до российской аннексии Крыма работали в отделе защиты национальной государственности крымского главка СБУ. После оккупации Крыма переприсягнули Россию и продолжают служить в составе крымского управления ФСБ. Из органов военной службы Украины они уволены в связи со служебным несоответствием. Фигурируют ли они в материалах уголовного производства киевского главка МВД – неизвестно. Однако представитель Сенцова уверена, что квалификация преступления только по статье о незаконном лишении свободы здесь недостаточно. Если бы были проведены минимальные следственные действия, и стало бы понятно, что там не только похищение, а еще как минимум пытки. Потому что это всему миру известно, а нашему следствию почему-то это неизвестно. Лица, которые могут это подтвердить, недопрошены и так далее. Я вижу дополнительный состав. Это привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, и заведомо незаконный арест, и заведомо незаконное судебное решение, заведомо неправосудное судебное решение по его взятию под стражу. В четверг российский суд продлил срок содержания под стражей Олега Сенцова до 16 декабря. Рассмотрение его уголовного дела, по сути, начнется 21 июля. Украинские активисты стараются не дать миру забыть о судьбе не сломленных, не признающих выдуманное обвинение Сенцови и Кольченко. В день начала предварительного слушания в Киеве прошел очередной пикет в защиту антифашиста Александра Кольченко. А Олега Сенцова раскрыли с новой, неизвестной стороны, как талантливого писателя. Суд над политзаключенными Олегом Сенцовым и Александром Кольченко начался в Ростове-на-Дону. Северокавказский окружной военный суд проводит предварительные слушания в закрытом режиме. Представители МИДа Украины на заседание не пускают. В Киеве в их поддержку прошли две акции – пикет под посольством Российской Федерации и презентация книги Олега Сенцова. Друзья Олега считают, что дело у российских властей выиграть невозможно. В этой стране не существует никаких законов. Выиграть можно только в Европейском суде по правам человека. Книга Олега Сенцова, политузника, кинорежиссера, патриота своей родины, позволит увидеть его еще и с другой стороны. Это автобиографическая проза. Рассказы были написаны задолго до оккупации Крыма. Друзьям Олега их передала его сестра. Истории из его детства, наполненные воспоминаниями, размышлениями, эмоциями. Во многом это истории о совести. Издатели, писатели и продюсеры считают, что Олег оказался очень талантлив и как рассказчик. Его образы очень яркие и сразу чувствуется, что писал режиссер. Некоторые рассказы своих первых читателей заставили плакать. Эта книга раскрывается с человеческой точки зрения. Мы понимаем, какой он режиссер, какой он гражданин. А вот какая у него душа. Он очень открыто, честно и иногда даже несколько безжалостно к себе. Попытаться быть честным до конца с самим собой и с читателями – это дорогого стоит. Написано очень легко, читается точнее легко. Сейчас Олег работает над романом, начатым еще до похищения ФСБ. И друзья Олега очень надеются, что он сможет презентовать его лично. Я надеюсь, что когда он завершит работу над романом, то уже презентация будет с ним вместе. Я очень на это надеюсь. Я очень рада, что пришел новый писатель. К сожалению, при такой печальной ситуации, но пришел новый писатель. Половину средств от продажи книги потратят на оплату адвокатов для Олега и на помощь его дедям. Российский режим не сможет забрать их у Сенцова. Из-за обвинений в терроризме он может пытаться отнять благотворительные поступления, расценив это как финансирование терроризма. Но никак не доходы от творчества. Он может получать ройалти из книжек, которые он сделал. Это не будет финансирование терроризма, это творчество, заработок из него. И прокат фильмов, который идет в прокат. Это единственные два легальных джерела, с которыми может самая человек допомогать себе. Ниякие благодейные сборы, это все считается нелегальным джерлом и так далее. Книга будет стоить около 50 гривен. Продавать ее начнут во время презентации на Одесском международном кинофестивале. В книжных магазинах рассказы появятся в конце месяца. Купить ее сейчас можно в редакции издательства «Лаурус» в Киеве. Задерживается продвижение дела еще одного политузника, евромайдановца Александра Костенко. Апелляционная жалоба защиты снята с рассмотрения. Потому что приговор внезапно решил обжаловать якобы потерпевший беркутовец Полиенко. Что именно не устраивает бывшего спецназовца, адвокату Костенко узнать пока не удалось. Но это однозначное затягивание процесса. Приговор активисту Евромайдана Александру Костенко, вынесенный почти два месяца назад Киевским райсудом Симферополя, могут изменить походатайство потерпевшей стороны. Верховный суд Крыма снял дело Костенко из рассмотрения в апелляции и направил его в суд первой инстанции. Как известно, в середине мая Костенко был признан виновным в нанесении телесных повреждений сотруднику бывшего спецподразделения МВД Украины «Беркут». Окончательный назначитель Костенко Александра Федоровича наказание в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима без страха. Тогда потерпевший был полностью согласен с приговором и возражений не заявлял. Теперь же, когда дело пытается оспорить защита Костенко, возражения появились. Сегодня в суд поступила ходатайство от судей Можелянского о снятии дела с апелляционного рассмотрения в связи с тем, что потерпевший Полиенко подал апелляционную жалобу на приговор и просил восстановить ему срок. Судья Можелянский попросил вернуть дело в Киевский районный суд для восстановления срока. И, соответственно, если срок будет восстановлен, тогда прикрепление апелляционной жалобы потерпевшего. Все эти процессуальные процедуры затягивают рассмотрение апелляционной жалобы Александра Костенко до тех пор, пока дело не будет вновь возвращено в Верховный суд Крыма. Подробности ходатайства неизвестны Дмитрий Сотников, может лишь предполагать, но отмечают, что изменений по сроку заключения, назначенному Костенко, потерпевший требовать не может. А возражения по возмещению морального ущерба он мог бы заявить и в гражданско-правовом порядке, отдельно от уголовного дела. Есть еще возможности, например, такие как примирение сторон, или он хочет изменить свои показания как-то в пользу моего подзащитного. Да, такие варианты есть. В любом случае, эту жалобу мы не видели. Поэтому сегодня я свою позицию высказывал на усмотрение суда, потому что было бы интереснее его почитать, посмотреть. Никаких обстоятельств, которые могут отягчать положение моего подзащитного, я не вижу. А вот обстоятельства, которые могут смягчать положение моего подзащитного, они могут присутствовать. Процессуальные процедуры, созданные потерпевшим, существенно затягивают рассмотрение апелляционной жалобы Костенко. Как минимум неделя уйдет на то, чтобы передать дело из Верховного суда в Киевский райсуд Симферополя, говорит Сотников. Затем будет назначена дата заседания для восстановления сроков подачи жалобы потерпевшего. На дальнейшие процессуальные действия, по оценкам адвоката, может уйти как минимум месяц. Все это время Александр Костенко продолжает находиться в СИЗО. В Конституции Украины должно быть зафиксировано право крымско-татарского народа на самоопределение, уверен его лидер Мустафа Джимилев. Об этом он написал в своем открытом письме президенту Украины Петру Порошенко, как уполномоченный главы государства по делам крымских татар. Мустафа Джимилев считает, что работу по определению статуса Крыма на конституционном уровне необходимо проводить в консультациях с Меджлисом. Джимилев также предлагает отменить специальный статус Севастополя и включить его в состав Крыма. В поданном президентом проекте изменений основного закона статус Севастополя сохраняется. По мнению Мустафы Джимилева, анализ событий и причин, которые привели к временной оккупации полуострова Крым, дает основания утверждать, что важную роль в аннексии сыграл специальный статус Севастополя. Он считает, что этот статус даже при условии отмены аренды для Черноморского флота Российской Федерации снова создаст условия для распространения центробежных сил в городе. И эту тему мы продолжаем с гостем в студии. Сегодня к нам пришел глава Меджлиса Крымско-Катарского народа Рифат Чубаров. Добрый день, Рифат Ага. Что мы можем сейчас сказать о конституционном процессе? Насколько есть ли понимание необходимости гарантии статуса народа в изменениях основного закона? Конституционная комиссия, которая была сформирована указом президента, на своих, на первых заседаниях определила как бы приоритеты. В первую очередь взяли за те вопросы, которые просто настолько актуальны с точки зрения еще и времени. Ну, допустим, осенью мы хотим государству провести местные выборы. И необходимо, чтобы уже депутаты представляли, куда и с какими полномочиями они избираются. Вопрос децентрализации, этот вопрос, который еще пронизан в наших взаимоотношениях с нашими партнерами, международными организациями. Поэтому президент пока лишь презентовал только лишь изменения в части децентрализации, и скоро он их представит парламенту. Другие разделы конституции, в том числе, где права и свобода человека, иные разделы, включая десятый раздел «Автономная республика Крым», они отнесены на последующие этапы. Могу сказать о том, что сегодня у нас уже произойдет первая встреча некоторых членов комиссии, которые выступают с инициативой создания внутриконституционной комиссии рабочей группы по разделу «Автономная республика Крым». Мы обговаривали этот вопрос также с президентом, особенно после его ответа на вопрос одного из журналистов по поводу будущего Крыма. Президент использовал дефиницию культурно-национальной автономии, что вызвало очень большое и бурное обсуждение. И я думаю, что мы в ближайшее время услышим, в том числе от президента, уточнение своей позиции, то, которое на самом деле отвечает тому, что они думают, в чем они искренне. Скажем, с моей точки зрения, позиция президента очень четко была изложена в его выступлении на траурном вечере реквиме 18 мая 2015 года. – Сейчас уже на завершающем этапе подготовка законопроекта о статусе коренного народа. Как Вы считаете, есть ли шанс до каникул его в парламенте закрепить? – Ну, таких привычных нам каникул в парламенте, насколько я уже понимаю, уже не будет. Мы все находимся в процессе работы. Я думаю, в ближайшие месяцы мы зарегистрируем этот законопроект, который сейчас действительно, Вы правильно сказали, он разработан, разработан группой авторов, но и в отношении него есть очень много суждений, размышлений. Идет обсуждение группами специалистов. Через месяц-полтора мы зарегистрируем законопроект о статусе крымско-татарского народа как коренного народа Украины. – Ну, это хорошо уже, когда есть реальные сроки, уже можно понимать, что дело продвигается. Главное, чтобы уже парламентарии отреагировали. – Смотрите, Ваш телевизионный канал, его смотрят многие и в Крыму. Я здесь хотел бы просто немножко обозначить еще то, что вопрос о статусе Крыма, он в одинаковой мере волнует всех. И крымских татар, и людей других национальностей, которые живут в Крыму. И мы здесь все будем исходить из того, что крымские татары, как и любой другой народ, имеют право на самоопределение. У них нет другой территории, как территория крымского полуострова. Мы обязательно найдем такие формы, тем более они общеизвестны, это есть в мире, во многих странах успешно эти вопросы решены. Я хотел бы просто сказать, что национальная территориальная автономия крымских татар – это форма государственности в составе унитарной Украины, которая должна удовлетворить всех, кто живет в Крыму. В качестве примера могу привести, скажем, Южный Тироль в Италии, где живет немецкое большинство, итальянское меньшинство, но титульная нация в Италии, и где есть коренной народ ладинцы. Там настолько все четко выписаны права, обязанности, самое главное, инструментарий совместного управления этой территорией. Там просто, с моей точки зрения, идиллия. Мы сегодня утром вместе с Мустафой Джимильевым, моим заместителем Асланом Омер Хремле и Рустем Омеров, делегат Хурултая, мы встречались с группой послов «Семерки», «Большой Семерки», как называется, там еще был посол Турции, Испании, и мы обсуждали вопросы того, что проблемы крымско-затарского народа и Крыма настолько должны быть взаимосвязаны, и это должно теперь стать, в общем-то, заботой всего мира, чтобы с этой территории всегда исходил мир. В общем-то, мы и старались в Крыму вместе, проживая это делать, но другие извне принесли нам смуту, принесли нам несчастье. И теперь мы все видим одинаково, государство Украина должно обеспечить такой статус Крыма, чтобы все люди, которые там проживают, чувствовали себя очень превосходно там. При этом крымские татары были в удовлетворении тем, что их право реализовано на самоопределение, и более того, чтобы весь мир поддержал такое возвращение Крыма в состав Украины. Будем надеяться на поддержку внутри страны и на международное сообщество, чтобы они нас поддерживали в этом отношении. И спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня. Спасибо вам. Я напоминаю, в студии был глава Межлиса Крымского-Катарского народа Рифат Чубаров. Окупационные власти снесли рынок на Симферопольской улице Козлова. Его признали незаконным и начали работы по сносу ночью, не дав людям забрать свой товар. Предприниматели возмутились и отправились пикетировать совмин. В недовольстве людей оккупанты тут же поспешили увидеть некую руку Яценюка. Неудивительно. Удобная тактика для того, чтобы держать людей в страхе и списывать их недовольство на чьи-то происки. Симферопольский рынок на улице Козлова начали сносить. Рабочие силовики прибыли туда ночью, заявляют предприниматели. Рынок закрыли металлическими ограждениями. По данным торговавших на этой улице, с утра было демонтировано уже около 50 ларьков. Больше сотни человек не смогли попасть на рабочие места. Они утверждают, что там остался весь их товар. «Наплевали. Не нужен народ. Народ нужен тогда, когда идут выборы. Вот когда выборы, пожалуйста, мы вам обещаем это, мы обещаем то, мы обещаем все. Только выбирайте, мы вам поможем и проголосуем. А в данный момент все вышестоящие организации просто от нас отказались». Полиция, по словам возмущенных продавцов, складывает все с точек грузовики вперемешку. Днем предпринимателей начали пропускать на рабочие места подвое. Но прикасаться к товарам им не давали. Их выносили полицейские. Около полусотни торговцев попытались организовать пикет возле здания правительства. К зданию подтянули полицейское отцепление. Возмущенным людям, пришедшим на центральную площадь города, вышел оккупационный вице-премьер Дмитрий Полонский. «Но за месяц, но здесь я спрошу с тех пор, как были все уведомлены, о том, что будет происходить и монтаж. Еще раз говорю, вот выход сейчас нашли. И как развиваться дальше?» «Догадайте людям, что это не будет. Это вопрос, на которые я вам сейчас ответов не дам». Пятерых активистов он пригласил на беседу. «Хотим мы этого или не хотим. Будут еще судебные раскрадения, не будут. На сегодня трактовка у ситуации следующая. Она правовая и юридическая. Она дана всеми и правовыми службами, и прокуратурой, и всеми остальными. Место, вот эта территория, на которой располагался этот рынок, этот рынок располагался здесь, к большому сожалению, незаконно. Неправда? Можно я договорю? Располагался незаконно». Напомню, в середине мая оккупационные власти Симферополя заявили предпринимателям, что 350 торговых точек на улице Козлова расположены с грубыми нарушениями градостроительных и санитарных норм и потребовали их демонтировать. 4 июня в так называемой Симферопольской администрации заявили, что решение о сносе рынка уже подписано. Предприниматели объявили бойкот власти и отказались уходить со своих рабочих мест. Глава оккупационной администрации Симферополя Геннадий Бахарев заявил, что демонтаж ведется на основании постановления Совмина о вопросах освобождения земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства и аналогичного документа городадминистрации. Либо вы меня слушаете, либо просто будете обмениваться оскорблением. Хотите? Хотите? Я тогда не буду говорить. Дайте людям забрать вещи. Первое, весь процесс, который здесь происходит, является следствием. Следствием того, что все предложения в вашу сторону вами были отвергнуты. Напомним, руководство рынка заявило, что готово предоставить 340 официальных торговых мест для тех предпринимателей, которые демонтируют незаконные торговые точки. Почти половина пляжей Севастополя до сих пор не готова принимать отдыхающих. Полсотни мест официально закрыты для купания. Денег на обустройство пляжей за месяц власти так и не нашли. Как сейчас выглядят зоны отдыха Севастополя, узнавала наша съемочная группа. Отдыхающие без пляжей. Такая ситуация сегодня сложилась в оккупированном Севастополе. Официальное открытие купального сезона в городе так и не состоялось, утверждают местные общественники. В начале июня оккупационные власти провели проверку местных пляжей, признав их состояние неудовлетворительным. Журналисты службы новостей «Волна» побывали здесь спустя месяц. Но ситуация не изменилась. Ну это бардак, это уже июль месяц идет, июль. Ничего не открыто, ни воды не купить, ничего нету, ни лежаков людям. Как вот понимать? Куда он смотрит ваш? Ни дорог нету, вообще ничего. Хозяин вашего города, как он, меняил или как его? В прошлый раз пришли, вообще одна единственная раздевалка, здесь все красят. И те раздевалки все поломаны, там отошли все листы. Они в нерабочем состоянии, точно так же, как и мостовая. Минкпункт, я не знаю, как у них тут работает. Ребенок тогда вот один раз поранил, но так некуда было даже в минкпункт сходить. Этот пляж, состояние которого так красноречиво комментируют отдыхающие, расположен в центре Севастополя, на мысе Хрустальный. Арматура и куски бетона делают его не только малопривлекательным, но и опасным. И это не печальное исключение. Пляж Песочный, или, как его еще называют, детский, тоже не в лучшем виде. Вместо песка здесь щебень. Недавно, несколько лет назад, был судебный процесс, и он закончился в пользу города, в пользу жителей. О том, что строительство, начатое на территории бывшего санатория, строитель незаконно. Строительство это было брошено, поскольку суд жителей и прокуратура выиграли. И вся щебенка, которая была туда навезена, штормами, естественно, переместилась вот сюда, на пляж Песочный. Работники пляжа тоже не в восторге от происходящего. Неприятно по острым камням ходить в воду, тем более детям, голыми ногами. Нам дважды обращались по поводу того, что порезали ноги, но один раз обстекло, другой раз какую-то железку кто-то кинул. Мы оказывали помощь, у нас есть предработки. Не радует взгляд и пляж Омега. Тина затянула заводь. Из-за чистых сооружений сюда постоянно сбрасываются сточные воды. А на основном пляже дефицит песка. И берег вот-вот может превратиться в скалу. Это явление началось здесь после того, как после войны стали вот эту вот косу перемычку, которая была когда-то, выбрали для строительства, как нам рассказывали старики, но те, которые помнят это время. И после этого песок начал уходить отсюда, уходить туда в ту сторону бухты. Для того, чтобы как-то отрегулировать вот эту вот песконаполняемость этой бухты, проводили операции, то есть стоял тут земснаряд, они перебрасывали из одной части бухты в другую песок, урегулировали песчаное дно его толщину. И сейчас, к сожалению, это не делается. А вот два года назад это производилось. Крымские экологи уверяют, что пляжи Севастополя не соответствуют большинству критериев профильного российского законодательства. Однако это почему-то не является поводом для их закрытия. Пляжи продолжают активно работать. Это была вся информация. За эту неделю в студии для вас работала Алексей Надрогань. Встретимся в эфире программы «Кремлиф» через неделю.